Алло, мама! Так полицейские окрестили самый популярный вид мошенничества. Почему-то граждане до сих пор верят звонкам у лжеполицейских и перечисляют деньги за спасение сына, внука, брата, мужа. В Заречном регулярно регистрируются новые факты мошенничества. Преступники постоянно совершенствуют методы выманивания денег, и на их удочку продолжает попадаться доверчивый народ. Следует быть аккуратнее и тем, кто решается купить товар у частного продавца, разместившего объявление в интернете. Женщина, посчитав, что она себя обезопасила, пыталась там покупить определенную дорогую вещь, более 25 тысяч, ей приставили в электронном виде копию паспорта и копию банковской карты. Но она, посчитав, что человек уже так откровенно дал мне копию паспорта и банковской карты, но, как оказалось, паспорт поддельный. Выяснилось, это уже после перевода денег, когда женщина, не дождавшись товара, обратилась за помощью к полицейским. Интернет-мошенничество сейчас часто встречается. Причем внимательными нужно быть не только покупателем, но и продавцам. Мужчина, осуществляя продажу в одном из интернет-сайтов, получив звонок, говорит, дайте нам номер карты, мы сейчас вам перечислим. Ну, он уже, знаю, все-таки, значит, молодой человек, считая себя достаточно умом и хитрым, скажем, меня-то обмануть невозможно, он берет карту у своей матери, на которой ноль рублей. И, соответственно, уже потом, не боясь никаких противоправных действий, следует указаниям тех лиц, которые к нему обратились. То есть, вставляет карту в банкомат, распечатывает оттуда разовые пароли, диктует эти пароли людям, которые ему позвонили. В итоге преступники через пластиковую карту получили доступ к личному кабинету клиента банка, а, следовательно, и к счетам. Мошенники украли 47 тысяч рублей. Подобные случаи активно обсуждаются в интернете. Каким идиотом надо быть, чтобы сообщать код доступа карты? Даже банк такую информацию не имеет права запросить. А что толку? В каждой новости пишут, что потерпевшие знали о данных видах мошенничества, но все равно переводили деньги. Это клинический случай. Здесь уже ничто не поможет. Ну, а как говорят полицейские, многие пострадавшие знали о работе мошенников и верили, что смогут определить подвох. Но все тщетно. Преступники придумывают все новые способы убеждения граждан в своей добропорядочности. И народ им по-прежнему верит, несмотря на многочисленные предупреждения полицейских. Совершайте покупки только на проверенных сайтах. Берегите свои карты и кошельки. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».